всем здорова в общем покажу что я сегодня сделал ну купил лес обошлось 13 400 плюс там 12 литров морилка пропитка это две зеленых канистры это короче около 3000 с обвязкой соответственно это около 16000 с учетом из доставки ну кроме вот этого это я сам привозил два раза здесь 22 доски 40 на 150 6 досок 25 на 150 и 4 бруска и это все вот это вот с доставкой 13 400 пойдемте покажу чего в доме сделал ну соответственно подготавливаю площадку вот так это все сейчас выглядит стенка обработана против плесени видим следов нет штука работает это не щелочь я сразу могу сказать это не щелочь она на пустом месте разъедает в общем сейчас готовлю к потолок снял щит достаточно огромное и вот почему я не сходилась эти балка оказывается туда аж дальше уходит до их не трубы почти как я и подумал что придется там где-то выпиливать и искать площадь где моя стена на которой ложится так снял часть обрешетки как они называются то вылетел вам видите немножко тут доски сгнили я проверил на прочность такая щель он там дальше не проверял так что все нормуль сейчас буду эту часть спиливать и смотреть до куда она все уйдет вот лобзик там где-то у нас солнце и вот я говорил про это черное пятно зачем я еще снимаю не зря не получится нарушить получилось смотрите вот эти труп на это хрень бежала здесь другая трупная хрень но вот там у вас . здесь вот все по периметру мокрая это глина реально не держит как бы ну воздух не пропускает из нее как бы сделано вот на дранку на маска это вот здесь уже видите послушай здесь проблем нету здесь мы разобрали подсохло здесь плепси не такой не было а вот еще такой вопрос я не знаю просто вот по поводу этого провода мне чё с ним делать кто подскажет а вдруг он под напряжением как-то странно вот это все выглядит там соседи себе сегодня провели свет а я его не успел отрубить вот и чем не сейчас с этим проводом делать я не знаю может он напишет конечно посоветует в общем вот видите люк вот там вот эти спилена как раз что я говорил под балку и вот балка снизу вставлен потому что здесь стоит другая когда они видать делали это балка у них единственное что было такое подходящее длинная поэтому эту поставили хотя изначально здесь под другую я буду ставить выше гораздо я сейчас еще будут все продумывать потолок у меня будет ровнее выше и под да под 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 короче брус этот будет в центре там выходить то есть я его здесь не буду видеть а доски будут здесь уже идти в общем буду сейчас снимать частями конечно проще вот эту снять но я не ищу легких путей я вот очистил себе путь видите трассу хочу посмотреть как то фигня завязано реноватор я купил он завтра только будет не надо будет выпиливать это все дело аккуратно к сожалению тот что у меня был реноватор на обзоре на самом канале он мне очень понравился но он расплавился я не знаю каким чудом расплавился хотя там ну неважно очень как то так вот этот провод наверное просто откушу я не могу вытащить он застрял в бревне такой еще знаете веревочный вот вот такое больше всего боюсь этот провод самый непредсказуемый особенно на сегодняшний день и вообще это не походу даже не медь слышно как ломается что-то там посмотреть хрустит как кости вот центр видите подпирается вот это все дело это я уже заливал как бы от печки часть осталась кирпичом доложил и залил я как бы предлагала схожение барную стойку сделать два холодильника который у нас горели да он тот нет вот этот вот samsung это помнит мама как мы без холодильника остались мне пришлось на работе брать кредит и очень долго его упорно выплачивать это мы уже женой копили короче все убались и также с двумя стиралками но суть не в этом ладно в том что мне сейчас лес пришел вы видели мне сейчас надо основу вот эту всю снять прежде чем снимать балку и что-то с балкой делать надо снять потолок увидеть как он сделан к и в каком состоянии стены отретушировать стены выровнять стены и потом каким-то чудом потолок возвести а балка будет над потолком то есть здесь центра вот этой порнографии не будет будет именно саморезами прикручиваться доски к балке который будет выше и здесь легко ее поднять здесь можно что-нибудь подложить чтобы она была не здесь внизу а выше гораздо и сделать так как должно быть они вот это вот вот это все в ноль надо убирать вот этой трупное окоченение на балках да вот это все что бежала видите черное это не то что при пожаре было вот это вот гернище как раз убежала вот она трещина считает уже больше половины как бы расходится очень неплохо видимо причем с той стороны я даже не знаю насколько а здесь вот такой современный провод был ну и суть не в этом здесь им давно я уже не пользовался и вот кусил с той стороны подвел новое в общем это придется мне все зачищать убирать и пожалуй я на этом закончу я вам покажу все в каком состоянии за одну брус почистил вот эту часть потом ломиком вышкребу чтоб сохла вот это все сырое вот она вот так даже сидит вроде бы должно просыхать она сырое вот эта стена сухая не знаю почему тот угол тоже сухой а сверху над ним все влажное прям выжимать можно у меня есть такое предположение что там с бачка у них все-таки под водичка подтекает ну ладно вот здесь как я и говорил все сгнило аж провисла вот видно да вот доска вот здесь раз вот это два и вот это то есть мне больше всего вот это понравилось я не знаю оцените вы или нет вот смотрите не знаю видно нет вот короче вот эта щель вот она видите держать камеру короче я поднимаю вот так вот потолок но это нормально это нормально это стена кстати зашпаклеванные шпаклевки здесь я уже говорил очень 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 много вот как все ходит ходуном у меня еще не дюжая сила ничего сделаю нормально все это вышкребу и вот этой плесенью мы точно уже дышать не будет смотрите как прям идея такая фикс у меня сделать стеклянную крышу потолок и с той стороны орг стекло поставить мой будет бомба просто на халяву света смотрите сколько здесь вообще жить ну сейчас пока нельзя в будущем я надеюсь вот так вот и живем а детская не знаю пока зал нет сейчас вкратце покажу тоже две стены вот это вот зачистила на мокрое это начал зачищать она сухая обрешетку всю снимать и стену это тоже под восстановление вот там вот снизу бетон залит где-то два или три бревна пол приподнят и вот видим два бревна вот эти тоже подгнили подоконник там залиты там тоже бревна нет участия вот это дело буду делать опалубку и все заливать это можно уже потом когда все остальное сделаю видим коробку начал спиливать она получилась п-образная и вот здесь вот у нас видите блин так 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 мох вот не ягель нет мог короче и вот балка ну как это как блин коробка короче под окно вот смотрите она п-образная прикольно то есть она может сказать вечная то есть вот так вот выпилена и вставлена сюда здесь ничего не обработано это плюночка и вот здесь у нас видим грибок везде тут то здесь я ничего не про пшик его просто стена сохнет вот смотрите видите здесь она высохла вот здесь глина мажется поэтому я разобрал как мог чтобы это все здесь блин тоже все влажно короче надо до потолка все снимать и делать потолок здесь сухой эту стенку еще не разбирал сейчас не до нее сейчас прям как будто там прям смотрите до света сколько вот там прям громадная мощная лампа стоит сейчас мне надо будет возиться с этой комнаты вот из этого вот а делать что-то доступное хорошая красивая и нормально получше чем-то вот этот угол я тоже буду снимать вам не от 10 кстати дыра тоже сквозная то есть я пенил тоже прогнил и я уж не стал лезть и говорят сейчас ковырнешь и будет капец а тут уже ковырять не надо вот это все дало так о себе знать особенно дохлые животные что мама не горит придется это все делать исправлять и выправлять и делать нормально потому что этот угол самый низкий тот повыше